Может ли меня что-то удивить здесь, на родной земле? На самом деле, самому интересно найти ответ на этот вопрос. Бурейский район мы выбрали из-за широко известного промышленного туризма. Здесь очень популярны экскурсии на газ. Такая махина не может оставить равнодушным. Действительно впечатляет. Чувствуешь себя букашкой. Здесь говорят, что во время сбросов энергия в воздухе пульсирует. Для меня же главной приманкой во всем этом авантюрном путешествии был сплав. Такое я ни за что не пропущу. И не я один, как оказалось. Прощай! Добрый путь! Плывешь и видишь вот это творение, да, речку зеркальную, в которой отражаются сосны, скалы. Посмотришь на закат, на восход и можно не спрашивать, ради чего это. Просто надо приехать и посмотреть. Тушняк армейский, нож. Пошла, пошла, пошла. Как год блескать заката, костер между сосен пляшек. Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это реанимацион туриста. Трудно объяснить тем людям, которые любят отдыхать на диване, полноту жизни, можно так сказать. Когда вот звездное небо, дым костра, хорошая компания, гитара, шум воды. Тут столько еще мест, в которых мы не были, которые так красивы. Вот если уходить в Верховье, на 160 километров, куда им 160, на район Садолги, там совсем отличается все. Горные речки, рыба, которая там водится, ленки, хариусы, таймени. Чистая природа. На 120 километров ни одного живого человека. Медведей, которые приходят в лодку понюхать, пока ты ходишь. Утки летают. Бресткий район в нашей области, наверное, самый красивый. Нам тут легенду местную рассказали. Есть камни, которые местные считают чуть ли не волшебными. Говорят, у древнего племени Мохэ они поклонными были. От болезни лечат, удачу приносят. В общем, мимо пройти не смог. Забрался. ВОНИТЕЛЬ구나 ГОВОРЯТ ИНТРИГУСА Продолжение следует...